МАЁВКИ Ну как, как? Война идет, ребятки. Как вы думаете, за что? В вашей части уже сводную батальонную тактическую группу сюда уже присылали, нет? Не знаю. А как вы относитесь к этой ситуации? Ну как? Вы на сегодняшний день оккупанты. Мы вас убиваем. Мы оккупанты? Конечно. Почему? Просто мне интересно, почему вы считаете нас оккупантами? Потому что вы пытаетесь нас оккупировать, а мы не хотим. Мы не пытаемся вас оккупировать. Мы пытаемся вас освободить от фашизма. У вас фашизм распространяется. Фашисты это вы. У нас, ребята, у нас демократия. Демократия и фашизм это вещи несовместимые. А у вас автократия. Вот у вас как раз таки есть фашизм. Подождите. А как вы объясните национальные батальоны свои, которые у вас есть, которые терроризируют Донецкую республику, Луганскую республику, убивают людей, посылают ракеты в их сторону. Смотрите. Вы за какой период спрашиваете? В принципе, за эти 8 лет, которые терроризировали людей. Все. Почему мы не терроризируем никого в Харькове, в Днепре, в Мариуполе, в Одессе, в Чернигове? Почему там никого не терроризируем? Хорошо. Подожди. Подожди. Без хорошо. Ответь на вопрос. Потому что они солидарны Украине. Правильно. А что сделали донецкие люди? За что их терроризируют? Они чем хуже? Первое. Мы никого там не терроризируем. Вы захватили кусок Донецкой и Луганской областей. Первые и вторые армейские корпуса, они подчинены вашему 8-й гвардейской армии, штаб находится в Новочеркасске. Когда захватили? А сейчас это обычные корпуса вашей армии. Хорошо. А когда они захватили это? Когда началась военная операция? В 2014 году. Вы не правы. Не было там наших. А в 2015 году мы с вами подписали Минские соглашения. От вашей стороны подписал Зурабов. От нашей стороны Кучма. Хорошо. А почему тогда не выполнялись эти соглашения со стороны Украины? Кто сказал не выполнялись? Не выполнялись. По этим соглашениям вы должны забрать все свое оружие и уйти в Россию. Все, что там сформировали, разоружить и расформировать. Вы этого не сделали. Ну, потому что население Донецка было против этого. А кто тебе сказал? Ты его спрашивал против? Отец. У меня там родственники живут. Твои родственники, твои родственники. Когда есть... Понимаешь, там было такое понятие попасть на подвал. Знаешь, что такое понятие попасть на подвал? Ну, расскажи. Это все равно, что в гестапо в 43-м году с теми же последствиями. Поэтому твои родственники, чтобы не попасть на подвал, либо молчали, либо говорили, ну, что говорил Пушилин там или Захарченко в то время. Вот и все. На сегодня, я не закончил свой ответ. А вы на сегодняшний день оккупанты. А как вы объясните... Подожди, а теперь я задаю тебе вопрос. Видишь, ты мне сколько много вопросов задал? Да, да, да. Если вы говорите, что вы пытаетесь защитить кого-то там в Донецке и Луганске, а Николаев какое к этому отношение имеет, а Киев какое к этому, Чернигов, Харьков. Какое к этому люди имеют отношение? Чтобы освободить от оккупантов, надо их уничтожить. Эти оккупанты, следовательно, отступают на те места, которые мы сейчас захватываем. Почему они прикрываются мирным населением? Вот вы мне тоже на этот вопрос ответьте. Зачем они прикрываются мирным населением? Ты знаешь, в любом... Зачем ваш... Все, все, я тебе отвечу. Вот мы в Одессе, вот я с Одессы, мы каждый свой сейчас квартал превратили в крепость. То есть вот ты вот придете, с каждого окна будет литься с вам пулеметный огонь по вас. Мы город, так города защищают. Так учат в военных училищах и военных академиях. В конце 1942 года, когда немцы подошли к Сталинграду, каждый район Сталинграда был превращен в крепость. И немцы его не взяли. Да, правильно. И вот мы также превращаем город в крепость, чтобы вы его не взяли. Вы ход специальной операции сейчас в целом оцениваете? Ну и с учетом вот этого контрнаступления продолжающегося? Положительно. Вы армия мародеров и убийц. Обычные. А вы уверены, что это дело? Обычные. И сейчас это... А откуда я это знаю? ООН уже создала международную комиссию по расследованию ваших преступлений на территории Украины. И эта международная комиссия, международная комиссия уже расследует эти дела. Вы уничтожили уже 90% жилого фонда Мариуполя. Как это вы его не уничтожили? А при этом сколько там людей же гражданских убили? Зачем? Гражданских людей никто не убивает. Нет такой цели. Более того. А зачем вы там пустили точку У по Краматорску, по вокзалу, где бежен... У нас нет его на вооружении, точки У у нас нет на вооружении. А ты не знаешь, почему... Все. Ты говоришь, у вас нету точки У. Да. А тем не менее, на совместных учениях в Беларуси и вы, и белорусы пускали по точке У. И показывали это по телевидению. Тактические ракеты точка У, обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами. Сложно передать словами, подобрать правильные слова от того, что произошло сегодня на железнодорожном вокзале города Краматорска. Вот вы сейчас видите за моей спиной то, что осталось от ракеты. И самое... Почему мы выбрали это место для того, чтобы включиться? Потому что мы подготовили кадры, но если будет возможность увидеть, то на этой ракете написано за детей буквально от руки, крупными буквами, белой краской, за детей. Что имели в виду оккупанты, стоит лишь догадываться. Мы знаем уже со слов военнослужащих, с которыми общались буквально мгновение назад, о том, что четыре десятка погибших, есть четверо погибших детей. Ракетная установка точка У есть только у вооруженных сил Украины. Слышал я вчера и сегодня, ну, наверное, добрую сотню раз. То есть отовсюду, всем не пытались доказывать о том, что вооруженные силы и только исключительно вооруженные силы Украины обладают этим комплексом. В России таких установок пусковых не было и нет, никогда не было, вообще никогда не было. Но данную информацию, естественно, легко проверить. И вот мы находим, допустим, о том, что 47-я ракетная и 238-я артиллерийская бригады, сформированные в составе 8-й общевой силовой армии, провели день открытых дверей. И что же они показали на этом дне открытых дверей? 23 августа 2021 года. А показали они, значит, опс. А что мы тут видим на самом деле? А видим мы тут ту самую пресловутую точку У. Блин, не может быть. Как же такое получилось? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, то есть вот мы видим тут база, фотографии опять же. И на вооружении 47-й ракетной бригады состоит ракетный комплекс «Точка-У». Ураган системы и так далее и тому подобное, да? То есть вот фотографии, значит, всех вот важных товарищей, всех важных шишек. Экскурсию посетил атаман кубанского казачьего войска Власов. Вот такая вот история, связанная с... Их там нет, у нас такого нет и так далее и в том духе. Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами. Вчера у себя на канале я выпустил ролик, где разоблачил тот фейк о том, что по Донецку прилетела ракета марки «У-1» и о том, что это именно была украинская сторона, которая запустила данную ракету. Дело в том, что выяснился очень один интересный факт. Нашелся свидетель, который по счастливой случайности был именно на том месте, именно в то время и в тот час, когда прилетела вот эта ракета. Он находился оттуда неподалеку, по чисто какому-то случайному стечению обстоятельств. Так вот, во вчерашнем моем расследовании, которое я выпустил у себя на канале, выяснилось, что этот паренек заранее знал о том, куда прилетит эта ракета, во сколько эта ракета туда прилетит. Если кто не видел этот ролик, можете перейти внизу по ссылке, которую я укажу внизу в закрепленном комментарии, и порадоваться комментарием кремлеботов. У них там настоящая истерика, то есть их натыкали, что можно сказать, как котят носом в определенную субстанцию, и они там просто рвут и мечут. Я хотел бы вам показать другое, не менее интересное видео, а это именно переброска войск данных точек У с буковками В из Беларуси на территорию Украины. И вот вы сейчас видите, как это все осуществлялось. Есть ли в России точка У или нет, вообще вопрос об этом не стоит, потому что эта точка У использовалась даже на учениях в Беларуси. Это вот всесоюзная решимость, или как эта херня там называлась. Короче, там были даже официально пуски и учениями с точками вот этими вот У. Это все официально выложено на Ютьюбе, можете найти эти видео, посмотреть. Я сейчас не буду копировать или дублировать данные видеоролики, потому что все здравомыслящие люди об этом знают, и все, у кого есть пальцы на руках, они могут набрать на клавиатуре данную информацию, загуглить и найти ее непосредственно на Ютьюбе. Казалось бы, настолько хорошо и грамотно сделанный фейк, и тут вдруг он вот так вот просто разоблачается. То есть потянули за одну буквально ниточку, и все, вся история пошла по одному известному, я думаю, всем месту. Видео покажите, пожалуйста. Мы находимся на позициях в промзоне с первым мотострелковым батальоном бригады «Восток», вторая рота. До линии соприкосновения с украинской обстрелой 400 метров. Украинская сторона начала интенсивные обстрелы, начиная с пяти часов вечера. На расстоянии на 21 час они уже успели... Я еще раз говорю, и показывали это по телевидению, и вы пускали точку свою, и белорусы пускали точку свою. А как вы объясните то, что обломки ракет, на которых написана нумерация каждой ракеты, и она принадлежала... Это на украинский складах. Я еще раз говорю, и принадлежала... И она принадлежала к вам. Вот как раз-таки незадача, а? И принадлежала как раз-таки вам. Вот незадача попалась, а? Как раз... А ты не знаешь, почему там написано за детей по-русски? Потому что украинцы тоже знают русский. Ты знаешь, у нас... Мы пишем за детей. Если... Мы пишем по-украински. Как же вы не правы. Я еще раз говорю. Ты очень не правы. А ты не знаешь, почему? А? Почему вы превратили... Почему вы... Пол Харькова... Вы в Харькове уничтожили 1300 высоток. Жилых зданий вы уничтожили. В Харькове. В русскоязычном Харькове. Вы русскоязычный Мариуполь превратили в щебенку. Просто... Ладно, давайте с вами закончим этот разговор. Просто знайте, вы очень не правы. Как вы... Подожди. А чего? С миром. Что вы придете? Мы идем с миром, а не с фашизмом. Как ваш... Вы же обычные фашисты. Как вас, ребята. Ребята. Вы же обычные фашисты. Мы не фашисты. Мы идем с миром. Смотри. Все фашисты... Смотри. Чем вы отличаетесь... Подожди. Чем вы отличаетесь от гитлеровской армии 41-го года? Подожди. Дай того паренька. Я потом с тобой говорю. Сначала я докончу с тем, потом поговорю с тобой. Я никуда не денусь. Не беспокойся. Давай того паренька. Я с ним переговорю. Потом переговори с тобой. Скажи, пожалуйста. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Игорь Вадимович. Меня Максим Александрович зовут. Максим Александрович. Смотри. Гитлер начал Вторую мировую войну со слов. Защитим германоязычное население соседних странам и построим арийский мир. Вы пришли к нам в страну. Защитим русскоязычное население и построим русский мир. Вы ничем не отличаетесь от гитлеровцев. Поэтому все. Можешь передавать второму парню... Я все равно с вами не соглашусь. Это ты, может, согласен или не согласен. Каждый остается? Еще вопрос. Как ты думаешь, сколько ваших солдат уже погибло? Как тебя зовут? Виталий Вениаминович. Виталий Вениаминович, скажите, пожалуйста, сколько ваших солдат уже погибло в Украине? Точно сказать не могу. А почему? Потому что... Это ваши солдаты. Ваша пресса должна каждого помнить по именам. А она помнит своих героев. Денег на компенсацию не переживайте, мы найдем. Откуда вы найдете, если вы не можете заплатить по внешним обязательствам своим? Сколько тебе лет? 27. Да ну ты врешь. Тебе не 27. Ну а если не врать, то 21. Ну вот это другой разговор. 21. Ты в 21 год хочешь, чтобы у тебя жизнь прекратилась? Если за Россию, то да. А на Россию? Смотри, за Россию. Ну-ка скажи, пожалуйста, текстовые присяги. Помнишь? Недавно еще принимал, должен помнить. Сейчас. Что ты так? Не помнишь присягу? Это совсем плохо. Текстовые присяги. Ответь на вопрос на один мой тот. Ну давай, отвечу. А ты давай, пока ковыряйся присяги. Ты клялся защищать родину. А на твою родину никто не нападает. Ты обычный оккупант. А вот... Угрозу представляют. В Ростов летели снаряды. В самом начале. После этого мы и вошли. Первое. Не в Ростов летели, а по аэродрому. И не снаряды летели, а точка У. Это разные вещи. Дело в том, что потому что у нас война. И ваши уже военные цели. Мы не только в Белгороде. Например, наши вертолеты расстреляли склад боеприпасов. И этот ГСМ ваш, склад ГСМ. Это законные военные цели. Если быть точнее, в Белую Калитву летели снаряды рядом с домом моего товарища. Это... Снаряды в Белая Калитва? Да. Сколько километров от границы? Не скажу сейчас, сколько от границ. Ну примерно. Белая Калитва это Ростовская область. Да. Ростовская область, смотри. Она ограничена примерно 100 с лишним километров ЛДНР. 100 с лишним километров, где ваши корпуса. Каким образом эти 100 с лишним километров могли преодолеть этот снаряды, чтобы попасть в Белую Калитву? Ты карту посмотри. Карту посмотри. Как это мы... Дальнобольная артиллерия, ну максимум на 27 километров бьет. Ну активно-реактивным снарядом 36 километров. Каким образом туда могли попасть наши снаряды? Ты вдумайся. Мы сами стреляли. О! 5 баллов, наконец-то. Ну ты давай посмотрим карту вместе, а? Открывай. Ну-ка, открывай. Открывай ему карту, где находится Белая Калитва. И сколько километров, где находятся наши позиции. Ты посмотри. Поэтому вот ты ответил на свой вопрос. Кто обстрелял? Родной. Вот смотри. Я тебе точно не родной. Извиняйся. Я просто забыл, как вас зовут. Меня зовут Игорь Вадимович. Игорь Вадимович, вот смотрите, в 2014 году у вас начался майдан, там вся фигня. А вам какое дело у нашего майдана? Соседи вам в странах. Нет, вот это ваше дело. Да, конечно. Стреляйте, хоть перестреляйте друг друга. Смотрите. Откройте там, не знаю, интернет. Посмотрите, что вы делали с нашими ветеранами. Они заслужили это. Стоп, 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 стоп. Какие ветераны? С вашими ветеранами? Ваших ветеранов у нас здесь точно не было. Сюда никто не приезжал ваших ветеранов. Я тоже живу сейчас в Украине. У меня знакомый живет в Украине. На каждое 9 мая там происходит... Потому что до хрена видосов. И до хрена всего в интернете. Все, я сразу отвечаю на твой вопрос. За Одессу. Вот у нас в Одессе, каждое 9 мая, 8 и 9 мая у нас 2 дня, к памятнику неизвестному матросу приходят положить цветы, вспомнить погибших дедов. У нас на 8 марта пришел один дед, один только ветеран. И пришел на 9 мая только один ветеран. К каждому сегодняшнему ветерану, реальному ветерану, 94+. Все остальные ветераны, 80 лет, да, он старенький дедушка, но он ряженый. Обычный клоун. Он обычный, я еще раз говорю, настоящему ветерану 94+. Плюс, у меня бабушке 97 лет. 97 лет. Она только по квартире ходит. Она не в состоянии выйти на парад. Даже туда. Потому что она уже старенькая. Моей родной бабушке 87 лет. Сколько? Стоп, стоп, ребята, у вас микрофон пропал. Ну-ка, сделайте на барь микрофон. 87 лет. Так, 87 лет. Она участница... Она в лес гоняет каждые сутки, летом. Ну, у тебя бабушка, у тебя бабушка более физически подготовленная. Моя бабушка, моя бабушка уже старенькая. И таких дедов, дедов, приходится по два, над по три максимум. А все остальные ряженые клоуны. Да, да. Поэтому, а к ряженным клоунам, а к ряженным клоунам, у нас отношение плохое. Который купилки, два килограмма медалей нацепил. Здесь два килограмма медалей. А здесь сверху орден мать-героиня. Как это бывает, он не всегда. У вас на Красной площади, у вас на Красной площади, ни одного ветерана не было в прошлом году. Все ряженые были. Все до единого. Даже баба одна, генерал-майор, генерал-майор, которая позапрошлом году была полковником. Дважды герой Советского Союза. Ряженая. Откуда такая у вас информация? Смотри, я еще раз тебе говорю. Любой ветеран Великой Отечественной войны попал... Сколько лет назад закончилась Великая Отечественная война? В 77 лет будет. В 77 лет. Даже если возьмем, он в 45-м попал. Плюс 77, плюс 18. Сколько будет? Да хрена, 93. 93. Вот смотри, 93 года. Вот значит 93 плюс может только быть. 93 минус, 92 года уже он не ветеран. Он ряженый клоун. Поэтому... А вы защищаете ряженых клоунов. Вот разница. Поэтому... Поэтому... Мы к ряженым, к мошенникам относимся очень плохо. Даже если не пожилые. Да вы, блин... А все... У меня вообще... Сейчас сгорит нах... Блин, я... А ты... Ты... Вот в елки-палки, а. Попались. Видите, бойцы? Российская армия. Ну, по всей видимости, десантники. Ну, разорвалась. А может отключились? Фиги его знают. Ну, вот так. Поехали дальше. Видите, сколько у них насырного в голове? Они защищают нас от фашистов. Это каждый замполит им голову в голову так выбивает этому 20-летнюю пацанёнку. То, что у нас нет фашистов, у них мыслей уже таких не может быть. Это называется пропаганда. Ну, и будут судимы те, кто этих молодых людей вот так вот зомбированы. Это обычная, смотрите, зомбированная молодёжь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok